здравствуйте мои дорогие друзья с вами канал ирина шевелева циточном мире сегодня ребята мне такое необычное видео вы наверное все знаете что сейчас ю тубе такой блогер как анна перматова запустила эстафету то есть это эстафета чтобы могли люди рассказать о себе то есть они передают от одного блогера другому и я конечно как молодой блогер даже вообще мечтать не могла о том что мне передадут эту эстафету но как говорится жизнь показала что все-таки и мне передали эту эстафету чему я безумно рада я вообще даже не могла себе представить что кто-то там меня заметит кто-то передаст мне эстафету и вот такая замечательная женщина как елена с канала жить не тужить которые проживают городе таганроге передала мне эту эстафету за что я ей очень благодарна еночка спасибо вам большое я действительно очень удивлена я даже не могла мечтать об этом ну вот все таки эта эстафета пришла ко мне и условия этой эстафеты нужно значит рассказать там три вопроса нужно за четвером вопросе рассказать о себе о своей семье в каком направлении мы работаем и третий вопрос значит развеять какой-то миф или рассказать какой-то свой секретик ну и четвертый как бы не вопрос а передать эстафету дальше то есть тоже каким-то блогером я так понимаю желательно молодым но каждый я так поняла что передает эту эстафету тем кому посчитает нужным ребят я очень как бы волнуюсь простите меня пожалуйста за это я вообще в кадре первый раз но в общем очень сильно волнуюсь поэтому прошу прощения ну что я могу рассказать о себе ну как вы поняли зовут меня ирина по названию моему каналу фамилия моя шевелева проживая беларуси ребят своей замечательной любимой беларуси небольшом поселочке которая находится 80 километров от минска поселок мой называется сосновый он находится как я уже стал недалеко от минска 80 километров по трассе минск гоми или бобруйск вот это направление трасс называется м5 и такой мой замечательный поселок маленькие компактный у нас небольшое население ну в общем живу я скажем в этом поселочке родом я принципе тоже соседней деревне я всю жизнь прожила в деревне я никуда не выезжала это мой родной край соседние деревни лапичи там где родилась и выросла и ходила в школу в общем вот как то так да я замужем правда у меня второй брак значит первый мой муж умер 2005 году в 38 лет я встретила своего второго мужа его зовут сергей он у меня замечательный человек просто прекрасный также у меня двое замечательных детей это первого брака дети у меня это мой сын иван которому 32 года и моя замечательная девочка валерия вот мне 50 лет ребята да уже не молодая говорится пол жизни прожита и свое время значит я занималась в общем скажем так я проработала всю свою сознательную жизнь в торговле в недавнем прошлом у меня было свое кафе оно находилось на трассе вот как раз как я уже вам объяснила что через наш поселок проходила трасса минс гомель прям вот разделяла наш поселочек и на этой трассе у меня было арендованное кафе называлась юлия я и в общем то я занималась торговлей да но прошло время говорите время шло мы занимались был свой бизнес все было прекрасно работали развивались но пришло время когда нас начало строится новая дорога то есть трасс наш стала скоростная и и построили естественно посещаемость в моем кафе упала и очень сильно упала естественно как-то начали думать чем заниматься но все равно как-то продолжали заниматься еще восемь лет мы как-то находились на плаву старались развивали свой бизнес провозили всякие мероприятия в кафе то есть свадьбы дни рождения там юбилеи и поминки естественно то есть ну все что людям заказывали то и мы и делали также по выходные много собиралась молодежи так как у нас поселочек вроде как и маленький но у нас очень много рядом скажем так деревень тоже поселка военный городок то есть военный городок лапче военный городок цели это все в радиусе скажем так 10 километров то есть вроде кажется и поселок и маленький но всех как-то съезжали все это кафе молодежь отдыхала на выходные но как-то мы еще держались но пришел 19 год такой страшный для всех этот год был началась пандемия коронавирус и естественно она расставила все точки на линии как бы там ни было все это было страшно и никто ничего не понимал что делать как жить дальше и как-то мы еще какое-то время продержались практически год до но посещаемость как всегда все меньше и меньше и в какой-то момент я приняла решение закрыть кафе и думать чем заниматься дальше также вот я как-то сидела смотрела ролики на ю тубе и как-то вот наткнулась на такой ролик о цветах цветах это значит были петунии я посмотрела и так подумала почему бы и нет это очень интересная такая тема я всегда любила землю растений я вообще всю жизнь прожила в деревне скажем в обычной семье которые работали в колхозе и мама и папа и это для меня никогда не было новое то есть всю жизнь выращивали что-то тут же огород держали также выращивали цветы но это было для меня как-то все не новое я почему-то подумал о том что почему бы не заняться мне цветами вот я конечно не помню этого кто был автором этого ролика вот ну и решила естественно заняться цветами вот ну о своей семье еще там не рассказала конечно у меня прекрасный час муж который тоже мне очень сильно помогает особенно финансовом плане потому что он у меня практически большую часть времени находится на работе работает у меня в подмосковье он у меня машинист тепловозов электровозов и ну всего всего там он работает у меня в россии скажем в плане помощи он мне больше помогает конечно финансово вот ну и когда я решила заняться цветами естественно я собрала свою семью в один из моментов когда они все вместе у меня сын благо живет рядом со всем дочь у меня проживает минске естественно приехал муж с работы и я им озвучила вот свое желание сказала что очень хочу этим заняться и может быть ну конечно я даже и и даже не думаю что ты будешь просто сидеть дома и там смотреть телевизор например ну в общем я озвучила им чем я хочу заняться сын у меня тоже как говорится меня очень сильно поддержал а сыне тоже хочу сказать что он у меня тоже кстати машинист вот так вот судьба распорядилась мы не знаю еще скажем я не знала своего второго еще мужа и сын у меня выбрал такое направление пошел учиться в минске колледж и она машиниста он у меня тоже машинист этих паровозов тепловозов электровозов как там у них правильно только у меня муж работает на российской железной дороге а сын работает на белорусской железной дороге ну а доченька у меня закончила легенетический колледж минске с уклоном английского языка как-то так вроде не звучит там все это сейчас такие названия всякие а вот и ну сейчас она у меня находится в декретном отпуске я жду пополнения моей семье у меня скоро родится мой прекрасный внучек еще уже третий внучек у меня у сына двое детей прекрасных моя любимая девочка аришка ей уже пять лет и моему внуку и ромашечки скоро исполнится год это моя любовь маленькая такая прям вообще люблю люблю такой маленький все внимание к нему и он очень люблю своего маленького внука также в моей семье еще есть моя любимая собака это тоже член нашей семьи которую я очень люблю знаете когда дети вырастают разъезжаются муж на работе и тысяч вечерами один и это такая отдушина ты с ним разговариваешь ну это просто вот как-то замечательно поэтому очень люблю свою собаку собаку мы зовут бонни он конечно не породистый он обычно дворовая дворняжка обычно она живет у нас дома мы его все любим всей семьей про прямо обожаем эту собаку ну вот как-то рассказала немного о себе ну а теперь я хочу рассказать о том направлении вот я вам рассказала что я посмотрела один из роликов и решила заняться цветами вот естественно я озвучила все это своей семье все меня поддержали сын особенно поддержался потому что я сказала что так дети это все очень как бы сложно одно это не потянуть потому что я не собиралась заниматься маленькими объемами я знала что я буду заниматься уже большими объемом потому что я хотела зарабатывать ну вот такой я человек я не могу там как-то чего-то мало всегда всего много должно быть ну все я озвучила это все сын меня вообще очень поддержал дочь немножко так потому что она сказал мам я же не перееду обратно в деревню и не буду здесь находиться постоянно рядом с тобой и тебе там что-то помогать у нее была своя работа там все ну а сын сказал мам я рядом я всегда тебе помогу будешь учить и меня в общем вся техническая часть легла ранее он то есть он начал строить теплицы мы в первый же год построили большую теплицу я естественно закупила семена профессиональные нашла где что это также я поняла что есть еще вегетативная питунья то есть я начала искать поставщиков и опять же я это все нашла все закупила ну конечно немножко чуть позже я высеялась то есть не так как сейчас я это делаю не могу раньше а где-то в феврале я сделала новые то есть свои все посадки я вырастила красивые петуни то есть кустовую ампельную также вегетативную я нашла эти череночки все это как говорится вырастила размножила красивые кашпо у меня очень получились ну естественно пришло время продаж это все было понимаете как-то ну на рынок выйти немножко тоже было сложновато хотя я все время работала в торговле как бы я считал что проблем больших вообще нет но какой-то все-таки такое внутреннее такое было волнение такое что надо же как-то выходить и продавать потому что все-таки когда стоишь скажем ты хозяин кафе и просто на рынок выйти это немножко было ну волнительно даже как-то страшно нет в какой-то степени но все равно я себя взяла в руки и сказала что все моя дорогая вперед и только вперед я приехала я если знал какие нужны документы там все 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 это сделала приехал на рынок и тут я потерпела такое вообще поражение прям вообще была так удивлена я забыла документы которые там один из документов которые нужно было и как бы на рынке сказали что нет сегодня вы торговать не будете конечно я расстроилась но тут же опять же взялась я быстренько в руки и поехала в другой дистанционный пункт я так уже примерно знала где у нас торгуют что и как и приехав туда там я уже получила такой небольшой фурор мне так все понравилось много позитива я видела что мои растения людям нравится вот эти красивые кашпо которые я вырастила и и все вот это вот как то все пошло поехало и все вот как то так все я точно решила что я буду заниматься цветами направление у меня ребята не одно то есть я занимаюсь май и июня например там однолетниками это у меня петуни и много разных других растений и потом я опять же смотрела много роликов и поняла что я хочу зарабатывать еще дальше как бы не не только два этих месяца хочу развиваться и я решила заняться гортензиями на моем участке на даче тоже свое время на лет 7 8 назад я приобрела 7 сортов гортензии мне они тоже очень нравились я их там по-своему обрезала и принципе как я уже это понимаю я все правильно делала вот обрезала подкармливала они мить они цвели очень красиво радовали и вот и глядя на них я все-таки решила что буду заниматься еще гортензиями потом я начала смотреть очень много роликов естественно более профессионально же заниматься то есть там подкормки правильные там какие-то обработки ну в общем все 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 я это изучила изучала очень долго и до сих пор изучаю ребят то есть это такое направление интересное и гортензии я смотрю они очень модно и хорошо покупают и и вообще ими торговать можно круглый год вот так же когда я покупала евро черенок питоне я приобрела пеларгония естественная пеларгонии бегонии и это были в принципе наверное не самые легкие цветы для такого новичка как я и и я начала опять же тоже все это изучается и все у меня конечно получилось все прекрасно получилось и вот в этом году мне уже будет четвертый сезон как я буду заниматься цветами что еще могу ребят волнулись очень сильно короче началась заниматься цветами и поняла что это мое вот и так я плавненько и перешла к вопросу развеять какой-то миф или открыть свой какой-то секретик ребята ну как-то я смотрю во все мифы уже давно развеянные до меня секретики у меня принципе таких особых секретов нет так как я открыла недавно свой канал всего лишь три месяца и я стараюсь показать на своем канале ну все чем я занимаюсь то есть какие-то мои наработки там какие-то то есть но секретов я я не вижу своей деятельности пока никаких но все что я делаю я все это показываю на своем канале какие-то свои наработки в общем как то так но все-таки об одном секретике я вам скажу ребят это такой секрет это просто любовь это любовь к моим растениям ребят знаете вот я ращу растения я смотрю на них и мне кажется иногда что господи бог вот вообще создал вот эту красоту ребят наверное для того чтобы мы на земле любовались ей вот это такой земной рай думаю можно назвать это даже так то есть вот красота вот этих петунии гортезий филаргоний до любых других цветов это просто красота которая я не знаю действительно бог создал ее как рай на земле и и поэтому и просто вот это моя любовь к ним и дает наверное мне как-то уметь вырастить их чувствовать их и вообще кажется вот как-то все у меня это получалось вот а какие-то секретики ребят я думаю что я еще наработаю каких-то своих секретиков и естественно расскажусь вам своих будущих видео вот ну так же я уже перешла плавненько как говорится для передачи эстафеты ребят я практически ни с кем не знакома лично из тех людей которым я хотела бы передать свою эстафету но я подписана на несколько каналов тоже очень даже молодых каналов даже моложе чем мой канал и меня очень нравится канал и и очень поразил канал значит он называется ирина епишево это город киров как я поняла женщина женщина занимается пеларгониями у нее какая-то такая вот такая есть маленькая проблем проблем совсем маленькая проблемка с речью и вот мне поразила ее сила духа что она такая вот молодец открыла свой канал и рассказывает показывает показывает свою коллекцию пеларгоний ну в общем я хочу передать эстафету ей и так ирочка принимайте эстафету от меня ирина епишева город киров город киров город киров и также молодому блогеру а ее канал называется мой мир света ее зовут светлана она живет в городе луганске и тоже молодой канал сеточка я передаю вам эстафету и третьему блогеру который бы я хотела передать свою эстафету это не молодой блогер довольно-таки знаменитый блогер но наш белорусский за что меня ну такая гордость что это наш белорусский блогер цветочная терапия с натальей наташенька я передаю вам эстафету меня вы тоже очень нравится я смотрю ваш канал и мне нравится как вы одна занимаетесь этими растениями всеми своими любимыми гортезиями я хочу чтобы вы рассказали что-то о себе поделились может быть какими-то секретиками своими как-то так вот ребят я передаю это эстафету наталье цветочная терапия с натальей ну вот все что я рассказала вам о себе и о своем канале ладно ребят буду заканчивать всего вам доброго мира добра я всем всех целую и обнимаю и говорю вам пока 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 пока